Приветствую всех, это Wall Street Online и сегодня мы рассмотрим основные вчерстные рынки. По традиции начнем с экономического календаря. Итак, на этой неделе ключевые события и то, что влияло очень сильно на динамику многих рынков, это Евросаммит и темы, которые там поднимались, вопросы, которые там пытались решить. Судя по тому, что говорят журналисты и репортеры, не получилось сегодня договориться, решить вопросы по эмигрантам, по поставкам газа и, соответственно, на субботу еще принесли заседание. Меркель еще хочет как-то это все урегулировать и, возможно, даже попытаться остаться на своем посту, но на своей должности. В общем, в рынке в ожидании Евросаммита особо не смело себя вели и вот в четверг-пятницу только началась какая-то динамика, волатильность и, соответственно, по отчетам банков и, в целом, крупных компаний. На этой неделе отчитались Johnson & Johnson, Банк Нью-Йорка. Большинство компаний, вот, которые уже там вторую неделю отчеты идут, все практически отчитались отлично. Таких прям сильных просадок я не обнаружил и, там, PayPal еще, правда, не начитались. Intel и читался 18, ожидали 18.24. То есть, у них там в среднем такая же идет доходность, поэтому там никаких особо плохих отчетов нет. Значит, на следующей неделе, ну и также на сегодня была процентная ставка ЦБРФ, показатель 6.75, ждали 7.25, получили 7.5. Так что, также выступал глава ФРС Павел Олг, вот, и вот такие события. Базовая кредитная ставка Китая, оставлен на том же уровне. Вот, кто-то поднимает процентные ставки, кто-то пока еще держит на том же уровне. В ВВБ также Китай в понедельник был хуже ожидания. Вот на следующей неделе у нас, получается, до среды будет достаточно свободный по новостям торговый коридор и в четверг начинается денежно-кредитная политика Японии. Это будет очень поздно, ну, рано очень. Потом 10.55, это все четверг. Изменение количества безработных Германии. Вот как раз эти вопросы тоже будут подниматься на саммите вместе с эмиграцией. Потом решение процентной ставки 14.45, поставьте себе уведомление в смартфон. И ВВП за третий квартал США. Это будет 15.30, все в четверг. Также еще довесок, число первичных заявок на получение по безработице. В пятнице, ВВП Германии за третий квартал. Все. Это вот субботи, которые ждут нас на следующей неделе. Их последствия непосредственно в собрании саммита лидеров ЕС. Так, теперь приступим. У нас сейчас CL. А, кстати, да. Вот за неделю, которая торговалась, вот так выглядит фондовый рынок и компании, которые входят в индексы с 500. Только PayPal немножко уронили и IBM. А так большинство, в принципе, очень хорошей динамики. Итак, CL. Давайте начнем с нее. У нас начался новый контракт вот на этой неделе, декабрьский. И по ликвидности как раз вот с понедельника уже были хорошие объемы. Получается, у нас топовая сессия 21 числа. Сегодня 225 он. Примерно чуть меньше, чуть больше половины от ликвидности предыдущих торговых дней. Тут же у нас идет ядро. То есть, в принципе, если мы возьмем ядро недели, текущие. Я думаю, что они примерно возле 82-83 останутся на следующей неделе. Вот так как сейчас эти все вопросы сами там как раз и остановили котировку на 83 пока вот в подвешенном состоянии. Еще один важный уровень. Здесь на данный момент вот ядро текущего контракта. Но я думаю, что его очень быстро принесут. Буквально понедельник уже он уже будет на уровне 82.70, 82.80. То есть, как раз тут формируется возле 83. Буквально чуть-чуть осталось и будет уже ядро контракта на ахая. То есть, верхний. Но в любом случае этот уровень надо выделить. Также обратить внимание очень много биг трейдов возле 81.80 и непосредственно даже есть на 81, точно скажу, 81.3. Значит, выделяем диапазон 81.40, 81.80. Первый массив основной пока это ядро. И второй тоже немаловажный и даже можно сказать ключевой будет на следующей неделе. Это 82.50, 83. Обратите внимание, как в четверг очень плотный этот коридор приторговал. И если вы посмотрите по открытому интересу, прирост позиций был с хорошей динамикой до 19, еще немного там 20 числа было. Потом немножко вы вышли из позиций. Я думаю, что это перед Евросаммитом пофиксили. Возможно забороться из топории. Текущая цена уверенно двигается к максимуму текущего контракта и текущей недели. Если это действительно такой спрос и желание успеть купить перед выходными, то я думаю, что это как раз вот остаточное инертное движение. То есть это не более. Обратите внимание, по дельте у нас идет в 18 числа минус 8 тонн. Это вот так контракт начался. То есть из 5 сессий 4 с дельта на short и сейчас идет вроде как пятница на покупку с open close по ценам. Но у нас идет дельта отрицательная либо же там приблизиться к нулевую. По ядру недели 82 с половиной 83 и по распределению ликвидности именно агрессоров на покупку и на продажу у нас получается все ядро недели. Это территория продавцов. Байеры сосредоточены на хаях сессий, что тоже очень-очень ну не то чтобы подозрительно. Это очень объясняет, почему катеровка сейчас на хаях недель находится. И там практически 4 сессии из 5 торговали и очень много оставили с лидовками крупные участники, которые работают по рынку на покупку. То есть 83 у нас получилось 2 400 и весь диапазон до 83 35 даже выше до 500 контрактов вот эти все 50 центов на байерах особенно вот в пятницу. Тут обязательно это нужно учесть и брать во внимание то есть на хаях неделя вот такие активности и если котировку байера удержат выше 83 есть шансы что еще возможно будет рост по CL. то есть открытый интерес идет на снижение, они вроде бы растут, но позиции закрываются и в случае если все-таки ныряет цена ниже 85 82 с половиной уже точно о покупках и речи быть не может. Ну единственное можно спекулятивно уже их прощупывать на вот этом первом массиве, который сформировали на минимуме недели. То есть пока будет удерживаться больше 83 еще сценарий на покупку можно ждать, то есть реализация еще возможна. Как только ныряют ниже ядра вот этих продавцов, у них как лидор как раз 8248285 уже сценарий на покупку нужно отменить и больше ориентироваться на то, как сильно контролировать цену продавцов. Вот такие сценарии. Я рекомендую новые в любом случае делать и принимать решение самостоятельно. Это был CL. Следующий у нас евро. Так. Ликвидность идет в норме, то есть были по 150 по 156 тонн у нас обороты в пандеме, вторник и в процессе ожидания евросаммита ушли просто в боковичок, причем аккуратный, без излишеств. Давайте посмотрим по открытым позициям. Вот как раз перед евросаммитом мы их практически все вывели до 655к. Пик был 677. То есть идет три дня просто без вливания новых позиций, поэтому и квитровочка стоит на диапазоне. Ставим сейчас ядро контракта. Давайте я выделю. Это с 16.05 по 162 непосредственно сам плотничок. Но я бы еще акцентировал внимание на вот этой диапазоне вот этих двух недель. Это 157-159. Здесь две недели. Ну, если так посчитать, это шесть дней. Простояли просто в плотном коридоре. И с этого уровня ушла котировка на 16.65. Поэтому мы его как бы в качестве уровня поддержки условного обозначим. То есть это для текущего контракта как уже полезный уровень поддержки. Могут еще повторно его защищать. Ядро контракта 16.05.162. У нас есть два расширения. Они были по неделе текущей. Сейчас мы ядро возьмем. Опять же, вот эти четыре сессии, которые стоят 16.55 и по 16.07 ядро текущей недели. По дельте идентично. Сейчас мы немножко поменьше поставим шаг цены, потому что сейчас подумаем. Так вот, более точно сейчас отобразится у нас ядро. Да, вот немножко смещается. Уже опыт есть. 16.48, 16.62 ядро недели. То есть вот эти четыре дня, они в принципе и формируют непосредственно ядро. Суммарно у нас получается вот здесь по 54.62 в основном агрессоры на покупку. Так, давайте сейчас уберу много линий уже. И обратите внимание, 16.14 и по 16.36, 38. Здесь тоже итогово в текущем контракте диапазон активности байера. Значит, если все-таки будет идти на север котировка, как видите, итогово по боковой гистограмме ну как бы селлеров, по сути даже нет особо каких-то важных уровней сопротивления. Поэтому будем отталкиваться и ориентироваться на оперативное, то есть внутри сессии, внутри недели последующей, отталкиваться на эти уровни. И по дельте у нас вот такой вот диапазончик. То есть по сути ядро недели, ядро вот этот 16.4, 16.6 у нас след байеров, то есть итогово. Особенно обратите внимание последние два дня. Очень активно начали проявлять свою активность на еврике. Так что вторую недельку растут. И причем самое замечательное, это кстати на S&P тоже появилась такая растроговка. Внутри недели только один день вот так вот динамично идет однонаправленно. А потом попросту идет боковичок 3 дня. Такой прям мучительный боковичок. Вот. Двигаемся дальше. Биткоинт. Итак, ликвидность просто зашкаливает. Вы видите, что цена у нас сейчас находится на 66. 61 корректировались к минимуму недели. То есть такая реверсивная неделя получилась. И пиковый реверс. День пришелся на 20 число. То есть это показатель к тому, что возможно возникнет вопрос, намек на то, что будут разворачиваться по битку. Я думаю, что то, как его сейчас агрессивно рекламируют, продвигают во всех каналах сервис массовой информации. Я думаю, что если и будут какие-то сильные падения по битку, то чисто манипулятивно для сбора урожая. Поэтому вот сейчас очень ликвидная активность на BTC. Давайте посмотрим по открытым интересам. То есть это коррекционный момент. Вполне ожидаемо перед Евросаммитом пофиксились те, кто эту покупку раскачал. То есть прямо перед Евросаммитом. Итак, смотрим. Пик. Да, вот как раз до среды был. И вот они сбросили с 8.100 до 7.5. И стоят 7.5 не более, не менее. То есть вот эти коррекционные 2 дня, они как раз идут из-за сброса позиций. И, соответственно, вы видите, покупали. И покупки закончились уже. Вчера 45 еще было на бай, то есть что-нибудь прикупили. Сегодня уже явно сбрасывают стопори. Исходя из диапазона вот этих байеров, сейчас я его отмечу. Значит, вот у нас, смотрите. Вот этот ключевой уровень, мы его возьмем в качестве уровня поддержки. Также возьмите диапазон 60.100 по 60.800. Как раз сюда пока откорректировалась неделя. То есть вот это вот явно фиксация вот этих покупок. И если будут удерживать цену, хотя бы вот не ниже вот этого диапазона, давайте его отмечу. Один уровень. То есть вот у нас 60 по 60.800. Это вот этот уровень. Его второй раз уже тестят. Если не пробьют, то, соответственно, росту быть. Ну вот насколько агрессивный рост будет, это уже вопрос растепенный. И так же на этой неделе, сейчас более точнее, мы отметим ядро. Вот как раз ядро. И представьте, как бы сходу определил практически один в один. Буквально на один тик надо сместить. 63.962. 62.200 долларов за контракт. Это BTC. CMEшная котировка. Фьючер. Поэтому не стоит удивляться, если у вас немножко не так отображаются данные. Диапазон целлеров. Это очень видная среда. Вернее, даже не среда, а вторник. Четверг там еще далил немножко. Поэтому 64.600. 63.800. Будьте осторожны. Здесь могут быть коварные продавцы. И в целом, даже если обратить внимание, покупали выше этого уровня сопротивления. В среду, в четверг. Вот здесь коридор. Оставили след. Поэтому главное провести этот диапазон. Все. Сбросы покупок, вот эти вот шарты, которые на хай, это не опасные уровни. Их никто не будет защищать. Там немного объема размещено. Вот такие у нас активности. То есть, если удерживают 60, то очень-очень вероятно, что с понедельника восстановится тенденция. Пока опасных сигналов на то, что будут сильно-сильно падать. Только если за выходные Евросаммит, Меркель или какие-то главы государства что-нибудь скажут. Скажут или же сделают какие-то выводы и, соответственно, напугают спекулянтов, инвесторов. И это может создать такую шартовую динамику. А так, в целом, ничего. Золото. На золоте раскачивают тренд на рост. Пока ступенечно. Все как и должно быть по объемному анализу. У нас, получается, идет очень плотный коридор 17.50 по 17.62. Это ядро текущего контракта. И уровень, наверное, несколько недель, так минимум. То есть, раз, два, три. Три с половиной недели проторговка. И итогово у нас получается здесь дельта на бай по ценовым уровням. Обратите внимание на гистограмму справа. Я выделил диапазоны очень плотных дельта массивов. Подчеркиваю, дельта массивов на покупку. Скопление грейсеров на бай. Непосредственно вот эта неделя отличилась. И на следующую неделю тоже два дня, как минимум, здесь стояли. Затем пробили в этот локальный хай неделю. И очень похожая расторговка наклевывается в этой торговой сессии. То есть, тоже пробили хай в предыдущей неделе. И немножко вернулись обратно. Только здесь как бы через четверг это произошло. Это может быть в понедельник. То есть, такая же обратная свеча. Значит, коррекция. И сразу набирают объемы на покупку. И, соответственно, с этих уровней среда и четверг прессали перед пробитием хай недели. Но, обратите внимание, здесь приличный диапазон продукции оставили. Будьте очень осторожны. Коридор 18 на 4,5. 18-12. Если у вас открыты покупки, факт того, что они вышли за хай недели и уже вернулись обратно, то есть, внутрь их опять коридора, должен вас настораживать. Плюс, по открытому интересу уже идет на спад текущий контракт. У нас, получается, позиции были немного, совсем копеечно открыты 20-го, 19-го. И пока без изменений. То есть, вот этот рост идет без подпитки топливом. Но я заглянул на следующий контракт. И там рост открытого интереса сопровождается с агрессорами на покупку. То есть, там на новом контракте покупают. Поэтому на старом контракте вполне могут сейчас пока бросать эти позиции, потому что, видимо, на новом контракте выгоднее это все дело реализовать. Значит, ядро недели сосредоточено текущей 17-80-17-87. Это вот эти три дня. И дисбаланс по дельте. Вот такая у нас активность. То есть, ядро, в принципе, расширили потом за 17-86. Вот здесь у нас диапазон активных байеров 86 по 95. Вот этот коридор берете в качестве поддержки. То есть, коррекция как раз идет именно к этому уровню. Если удержат, тактически еще может быть рост. Если же пробивает 17-86, я думаю, что пробовать покупать в этом случае не раньше, чем 17-72. А может и не стоит этого делать, потому что очень сильный по динамике разворот получится. По дельте тут тоже как бы все не так просто. Набирают продажи. Причем 4 тонны уже сегодня. То есть, вполне могли зафиксить здесь, выйти из позиции и, соответственно, создать такую коррекцию, вызвать покупки массового, фиксация массового покупок. Это обратная транзакция, это шорты. Ну и стратегически важный уровень сопротивления для текущей недели, для торговли на завтра. Это 18-05 по 18-12. Ну, хай, собственно, текущей недели и хай пятница. Вот такие вот события на… То есть, тренд более-менее пока удерживается. Еще пока ничего критичного не произошло. Для того, чтобы можно было смело сказать, что все, тренд завершился на восходящей динамике. На носу еще впереди праздники. Соответственно, золото будет как минимум со стороны потребительского спроса в качестве подарков. Ну и уже как бы на новом контракте там покупают и позиции открываются. Загляните, проанализируйте, посмотрите на новый контракт и скорректируйте уровень с текущим контрактом. Это было золото. Рубль. Итак, мы с вами видим отметку 70,660 было, даже ниже, 70,500. Там 500 вроде бы не достали, сейчас официально нет. 520. Это саммит. То есть, вот это… Вернее, извините, это не саммит, это процентные ставки. Ну и плюс саммит, я думаю, что там все сразу вместе. Стояли в боковике, вполне в мощной под процентной ставке, под саммит. Мощная очень реакция 3,3,4 миллиона. То есть, такой реакции у нас был 1 октября, но тут волатильность была достаточно приемлема. Здесь диапазон одной только пятницы составил, как, наверное, ну вот давайте замерим, за 4 дня текущей недели они прошли, там, в аккурат 695 тиков, а за всю сессию они пробежали 1364, то есть, в два раза. То есть, вот эта часть, первая часть недели, первые четыре дня прошли в два раза больше, вот в пятницу такая волатильность. Ну и, соответственно, давайте посмотрим, что там по открытым интересам. Вот, можно неделю разделить на два лагеря. Это то, что было до пятницы. У нас активность агрессоров на покупку очень много было. Плюс, если открытый интерес, сейчас покажут, что там были фиксации, а здесь была, я бы сказал, даже неуверенность, потому что здесь неделю закрывали 3,2 миллиона, открыли, чуть подбросили позиции, потом снова их закрыли, снова подбросили, снова закрыли и 3,244 миллиона показатель по открытому интересу уже даже выше, чем на закрытии прошлой недели. То есть, тут даже открыли позиции. Давайте посмотрим. Агрессор на продажу и очень-очень мощный. Значит, пытались покупать вчера, 21 числа. То есть, как вариант, что это реакция на повышение процентной ставки Центробанком РФ, возможно, будет обратная динамика на следующей неделе и возврат опять в коридор. То есть, не исключено. Такой сценарий вполне может быть. Если происходит возврат прямо вот в 72, здесь закрепятся и начнут с этого объема уходить, в принципе, сценарий на покупку прям напрашивается. Объемы повышенные. То есть, в основном ориентируйтесь на четверг-пятница ликвидность. По сопротивлению дальше у нас идет 72,700, 72,420. Более точно и более… То есть, ядро находится, на самом деле, аж на 73, на 74,73. То есть, вот коридор в 73,760 плюс-минус. Вот. И достаточно далеко уже. То есть, в принципе, ушли прилично. В WP находится 72,700. То есть, вот этот обратный эффект, в принципе… Если тут будут агрессивно продавать в понедельник дальше, то есть, давить сильно на котировку, то точно не покупайте в никаком случае. То есть, старайтесь аккуратно в этом плане подходить к вопросу. То есть, пока они не вернутся опять в диапазон, где байеры ставили свой след. Отчасти там и фиксация продаж тоже как бы задействована. Но диапазон, в принципе, оставили. Давайте посмотрим на спорте, что там подскажет. Так, здесь тоже пиковая ликвидность. И, наверное, рекордная за этот период с 8-го или 7-го – 2,9 млн. Бывало и поболее. А, нет, есть 3 млн. Вот пиковая. Здесь два дня. Рост ликвидности с 1,8 млн. Сразу до почти 3-х. И у нас имеются даже какие-то активности продавцов. Но итогово здесь 71-е по 70-80 есть очень небольшие, но имеются продавцы. 71-60, 121 тонн – это дельта. Вот эта сессия. 101 тонн, видите, дельта. И здесь 60-50, ну, помелочи набросали. Видимо, не уверенно себя чувствовали перед такой пятницей. Я думаю, надо иметь остальные нервы, чтобы там это все выдержать стыковой волатильностью. Небольшая, ну, плановая 30-процентная коррекционная под закрытие динамика – это порядка вещей. Давайте посмотрим итогово. А итогово у нас вот какая ситуация. Значит, в четверг покупали, в среда тоже была более-менее на покупку, но там очень узкий коридор. 18-го просто жестко рвались купить, и вторник, и четверг – 144 тонны. Бывало и побольше, но вот здесь, допустим, 290 – это вот эта сессия. С нее как раз ушли, и этот уровень сопротивления, возьмите на заметку, он, я думаю, еще скоро пригодится. 72-80 по 72-40. Итогово. Очень большой дисбаланс на продажу. Итогово за текущую пятницу по Спотиусу. Коррекционный момент вполне будет приемлем. Если откроются с гэпом еще ниже, то точно ни в коем случае не покупайте. То есть это очень опасный маневр, и растроговка более как бы сигнализирует на то, что покупать никто не хочет, а продавцы навалились и создают из-за этого гэп. Поэтому если откроются с гэпом еще ниже, точно лучше подумайте о небольшом объеме запрыгнуть, как бы тоже в шорты. Если же вы намерены покупать, то дождитесь, когда они вернутся к более адекватному ценовому уровню. Потому что вот этот маневр это ажиотажный. А вот это был рубль. Так, далее у нас идет индекс РТС. Где он тут? Был же. Так, в ручках я бью. Так, индекс РТС. Тренд до 190. Сейчас под вопросом. Я думаю, что еще даже продлиться вполне может, продолжится. Немножко подросли по объему. Средний оборот был выше, чем как минимум в предыдущей неделе. И четверг-пятница встретили не так ажиотажно, как по рублю. То есть вот 580 и 577. То есть одинаковый оборот. По открытому интересу на индексе РТС. Здесь нужно учитывать не только изменения простотной ставки, но и ценник на нефть и газ обязательно. Плюс Евросаммит сейчас напрямую влияет на то, как будет торговаться индекс РТС на следующей неделе. То есть там вопрос по северному потоку. И как только они там все устаканят, соответственно, инвесторы и спекулянты крупные будут корректировать свои сделки. Либо же там доливаться, либо даже фиксироваться, разворачиваться. Но пока ключевые итоги уже будут в понедельник, если они договорятся о чем-то. Значит, по открытому интересу вы видите, что открывают, закрывают. И это в порядке вещей перед таким событием. То есть неуверенно, то есть не было плотной загрузки в течение недели. То есть открыли, прощупали обстановку, не сильно закрылись. И на следующий день повторяют такой процесс. Значит, открыли позиции относительно четверга совсем немного. Но имеются открытия пиковые по количеству трейдов у нас была среда. Итак, из пяти сессий у нас отличилась сессия вторник, 19 тонн дисбаланс. И вчера была у нас на продажу. В принципе, так оно и было. День шел динамично очень на шорт. Ну и пятница немножко передумала. Вроде бы пошла на рост. Затягиваем в этот процесс как бы байеров. И уже фактически на две трети опять ушла на снижение. То есть целенаправленно двигается в сторону минимума недели. Значит, по диапазону сопротивления, как такового, можно отметить крупный биктрейд на 89.058. То есть суммарно, как видите, особо много дельты не сконцентрировали нигде. То есть по поддержке это 187.500 по 186.800 диапазон, который защищали три раза. Вот здесь набросали. Раз, два, три. То есть в пятницу пока не пробили, еще могут дальше идти на рост. В EWP на 184, поэтому это вполне приемлемый коррекционный процесс до такого уровня. Но если начнут пробивать EWP, уже восходящие тенденции на время стоит позабыть. То есть более ориентироваться. Опять же, ценник на нефть пока держится 80 и выше долларов. Для фондового рынка Российской Федерации ситуация неплохая. Так, дальше у нас получается также диапазон поддержки прошлой недели вполне резонно взять на вооружение. Вот и ориентироваться. Вот ядро текущей недели. Давайте более точно. То есть вот этот коридор, он как ключевой индикатор для вас. Если цена не может особо пробить этот диапазон 180-189.400, то это говорит о том, что у байеров пока есть сомнения и никаких пока супердинамичных покупок. Ну, по крайней мере, пока не начнет появляться хороший объем и приток открытого интереса. То есть ценник на нефть неплохой. Ну и сейчас, смотрите, вот с северным потоком решится вопрос и устаканится динамика рубля. Я думаю, где-то ко вторнику в среде уже можно будет ориентироваться по индексу РТС, что делать. Ну и плюс Евросаммит какие-то итоги должен дать. Пока у меня информации на руках нет, какие там все-таки договоренности, какие-то вопросы решили или нет. То есть больше вопросов, чем ответов. Поэтому в субботу еще они вроде собираться будут, там уже как решают. Обратите внимание, что потолок недели очень плотно загружен байерами. То есть уровень сопротивления чуть-чуть ниже 88, 208 по 508. Вот этот диапазон итоговый именно за эту неделю. Суммарно получается у нас по неделе больше в перевесе байеры. И поддержка, соответственно, еще может повториться. Но опять же, коррекционный момент вполне допустим, приемлем до 184 по 400. Это был индекс РТС. И последний S&P 500. Вы видели, как он идет. На самом деле, очень красиво выглядит на дневном таймфрейме, но для торговли в спекулятивном формате. То есть не только интродэй. Вообще, как бы открыть позицию в течение торговой сессии, попытаться ее даже оставить на овернайт на следующий день. В S&P такие бонусы все реже раздает. То есть очень часто как раз манипулятивные сбросы идут обратно. То есть хвосты, грубо говоря, хвостом забрасывают всех, кто зашел в покупку и уходят без вас. То есть по открытому интересу. Прирост позиции начался несущественный, но не падает. То есть вот этот вот вроде бы как прорыв 45-35-45-30 идет даже на открытии позиции. По ликвидности все меньше идет ликвидность. То есть с каждым днем, с каждым последующим расширением оборот дня падает. А это очень, ну, фактически как индикатор, когда топливо в машине заканчивается. Соответственно, вы уже рассчитываете, что вы все, ну, меньше километров проедете. С каждым падающим значением топлива в баке. То есть не подбрасывай топливо для того, чтобы этот рост основывался. То есть вполне стоит ожидать коварного какого-то сброса стопорей либо резкого изменения по тренду. То есть, ну, коррекционный момент вполне допустим даже до, хотя бы этой сессии, 44-44. Здесь очень хороший был торговый день. Забросили по стопорям и ушли на всю неделю на рост. Давайте я уберу сейчас лишнюю линию. И мы отметим ядро. Оно находится на 43-61 по 43-41, 20 долларов. Значит, по однонаправленной динамике у нас получается 4 дня на той неделе подряд на рост и 4 дня на этой неделе. Соответственно, пятница явно фиксируется. Это прям, ну, неоспоримый факт. Значит, если все-таки у байеров прям железные нервы, и они почему-то владеют инсайдом, куда будет двигаться S&P на рост либо на снижение, и уверенно покупают, один уровень поддержки. И затем у нас идет площадка, которую, если байера удержат, то это будет явным признаком того, что планируют еще идти на рост. Значит, если взять фондовый рынок итогово, у них там все тип-топ. Отчитались за квартал просто шедеврально. Весь план их с пандемией, с коронавирусом, с криптовалютой отлично срабатывает, и банки зарабатывают. Соответственно, создать какой-то конфликт, шумиху в Евросоюзе тоже у них получилось. Иммигрантов там, ну, все, в общем, на руку идет. Вот, также создали какой-то скандальчик с Китаем, соответственно, все эти санкции и так далее. То есть, везде что-то там плохо, а у них просто все компании, вот я смотрю, отчеты, там, ну, на полярда меньше заработали, чем в предыдущем квартале. Ну, стабильно там по 20-30 ярдов доход, а тут немножко меньше, там, на 300 миллионов заработали. И так практически во всех компаниях. Ну, я не буду брать там сверхуслуг, это все не то. Именно такие более ключевые в индексе компании, все с хорошей доходностью. Так, ну, в общем, спасательные меры США и Федрезерва просто замечательно работают. Все сказки про инфляцию, это уже давным-давно наслышаны, наслышаны прям. Соответственно, три дня у нас были покупки, то есть, подойти непосредственно все как раз, как и должно быть. Фиксация вполне предсказуема, прогнозируемая, поэтому будет неудивительно, если они попытаются пробить 45-30, 45-21, и если все-таки будет какая-то очень жесткая, объемная поддержка и активность, можно будет их прикупить, но чисто спекулятивно, товарищи. Уже столько выросли, что все выше и выше сложнее, как бы, покупать. Нужно абстрагироваться, чтобы спекулятивно купить S&P. Но, опять же, напомню тем, кто недавно смотрит Wall Street Online с моим участием, перед новогодними праздниками фондовый рынок растет, чисто инъекция потребительская. И фондовый рынок будет фундаментально обоснованно расти. Либо это уже начался рост, и прямо до черной пятницы будет такая динамика. Ну, в любом случае, коррекции будут. Возможно, будет коррекционный момент после Евросаммита, и потом снова встанут на рост. Рост может быть вот такой стабильный, не сильно динамичный, но он перед черной пятницей неделька обычно 100% растет. Так что не пропустите этот момент. С вами был Миниш Лемок. Всего хорошего. До свидания. Пока.